Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые читатели сайта «Обозреватель». Мы начинаем прямую трансляцию пресс-конференции в «Обозревателе» на тему «Солнечное затмение 14 ноября. Мнимые угрозы, реальные возможности». В нашей пресс-конференции принимают участие соучредитель Союза астрологов Украины, председатель Киевской областной организации Союза астрологов Украины, автор астрологического календаря для Украины Елена Осипенко и редактор астрологического календаря для Украины, издатель книг «Зодиак. Храм судьбы и искусства интерпретации» Юрий Буянов. Здравствуйте. Итак, первый вопрос к нашим уважаемым гостям. Сколько затмений ждет Землю в ближайшие месяцы? Мы можем говорить только о ноябре месяце 2012 года. Будет пара затмений – солнечное и лунное. Солнечное затмение произойдет 14 ноября в 0 часов 08 минут. Это точная фаза затмения. И лунное затмение произойдет 28 ноября в 16.46. Остальные будут уже в 2013 году. Спасибо. Это затмение на территории Украины наблюдаться не будет. Как вы сами понимаете, если оно произойдет ночью, мы его не увидим. Там Елена может сказать… Да, будет наблюдаться в Южной Америке, над Тихим океаном, в Австралии и Новой Зеландии. Вот там будет наблюдаться. Может туда поехать, посмотреть. Спасибо. Почему именно затмение 14 ноября привлекло Ваше особое внимание? Чем оно отличается от других аналогичных событий? Я скажу сначала о факторе, который действительно особенный. А Юрий потом скажет, какие были исторические события в такие периоды. Мы кое-что изучили. Дело в том, что каждый месяц происходит перегей и апогей лунной орбиты. Есть определенные точки, когда Луна ближе всего подходит к Земле или дальше всего находится от Земли. И вот затмение, солнечное затмение, будет очень близко от Земли. Именно в перегее. В перегее будет точно в этот же день, 14 ноября. Даже точно у меня указано. Время в 12.23. И 28 числа, когда будет лунное затмение наблюдаться, будет апогей лунной орбиты. Луна будет в наиболее дальней точке от Земли. Все, что близко к Земле, когда Луна близко, она действует сильнее. Мы с вами знаем, что Луна не может не влиять на Землю. Она влияет на моря и океаны. И, конечно, все, что происходит в самом затмении, особенно в солнечное, Земля сама уплотняется. Уплотняются наши мысли. То есть они легче материализуются. И есть особые правила, о которых мы скажем чуть позже, как можно использовать затмение себе на пользу. Я хочу сказать, почему мы решили пойти на пресс-конференцию. Не в наших правилах запугивать, но предупредить мы должны. Дело в том, что событие на Чернобыльской АЭС, катастрофа произошла, когда было лунное затмение, и Луна находилась точно так же на минимальном расстоянии до Земли. То есть впереди. Поэтому, если нас услышат Министерства по чрезвычайным ситуациям, если нас услышат МВД, ГАИ и так далее, то мы будем очень рады, чтобы они предприняли какие-то меры, которые могли предотвратить вот этот человеческий фактор. В данном случае никаких там катастроф или еще что-то мы прогнозировать не будем, не имеем права. Это просто не в наших правилах. Это невозможно предсказать. С точки зрения астрологии. Но с точки зрения человеческого фактора, мы хотим и должны и обязаны предупредить, чтобы люди были в этот период более толерантными, более спокойными и уравновешенными. Спасибо. Ну, простой обыватель привык к тому, что затмение — это плохо. Всегда ли затмение — это плохо? Как можно использовать это событие с пользой? Затмение никогда не было плохим фактором. Раз нам его показывают на небесах, значит, Бог хочет, чтобы мы на него посмотрели, обратили внимание. Мы приведем вот такой образ, как пост ГАИ затмения. Вот едет ваш автомобиль. Остановили. Проверили документы. Если не нарушает человек или общество правила дорожного движения, похлопают по плечу, пожелая доброго пути, мы поедем дальше. Но если происходили нарушения определенных законов, космоса, человеческих, то, конечно, в эти периоды как раз и происходит то, что мы называем, ну, кармические события. То, что изменить трудно, нельзя. Но, тем не менее, вы знаете, люди все равно имеют свободу воли. И, наверное, у кого-то ее больше. Вот тут может что-то изменить. А в затмении происходят всегда такие серьезные испытания. Спасибо. Дело в том, что, я еще дополню, смотрите. Во время солнечного затмения происходит максимальное уплотнение всего, что находится на земле. Уплотняются в том числе наши мысли-образы. Ну, если, я думаю, большинство из вас понимает, что мысли материальны. В том числе и вот эти мысли-образы, которые вы создаете в этот момент, они тоже, они становятся более плотными. Вот. И если вы будете думать о чем-то хорошем или самое лучшее, что можно сделать в этот период, составите план на год, то им, у них будет большая вероятность реализации. Я, например, знаю, что есть люди, ведут специальные тренинги по нашей методике. И у них просто происходят, как они нам написали, прорывы. Все, что вы в этот период пожелаете, пропишите. У тех людей, которым они именно в эти моменты вставляют их писать планы, у них происходят все эти события с наилучшим образом. Вот. И в то же самое время, если вы будете в этот момент подвержены унынию, там, каким-то негативным мыслям, эти мысли тоже с большей вероятностью реализуются. Поэтому мы хотим вам посоветовать в этот период находиться в таком гармоничном сознании и в хорошем состоянии Духа. Не только вам, но и тем вашим слушателям, до которых вы донесёте наши слова. Вы сказали период. То есть речь идёт не о точечном затмении, а о каком-то периоде до того и после того. Какой это период? И о точечном, ну, плюс-минус три дня. Астрология и точная наука, она считает дату точных аспектов. Точное соединение Солнца с Луной произойдёт 14 ноября в 0 часов 0,8 минут. Но, естественно, период затмения длится плюс-минус час, об этом сообщают астрономы. Даже мы можем говорить о большем периоде, плюс-минус два-три часа. Но вот что важно, до 0 часов 0,8 минут мы очень советуем вам подвести итоги года, поблагодарить период, который уже прошёл, вынести свои, наверное, все плюсы и минусы, подытожить работу. И спланировать свои мероприятия в течение первого часа после точной фазы затмения. То есть до часа ночи. Да, мы не поспим какое-то время или ляжем позже, но я вас уверяю, что вероятность того, что наши планы будут реализованы, больше именно в этот период, чем в любой другой. Наши знакомые бизнесмены, почему мы говорим первый час? Потому что это уже какой-то опыт есть у нас. Бизнесмены, которые с нами работают и пишут планы именно в этот период, они сказали, что наибольшая вероятность того, что планы будут исполнены, она именно в этот вот час. То есть если вы что-то в этот час делаете, вернее, как запишите планы и продумаете, как они будут осуществлены, то им суждено больше реализоваться. Ещё один момент, нам он очень помог в своё время. Кто хочет из вас бросить курить, вот ровно в точный момент солнечного затмения, вы курите солнечного, можно и лунного тоже. Вы курите последнюю сигарету с удовольствием, понимая, что она последняя. И всё. Мы вот так 10 лет назад бросили курить в один день, в момент солнечного затмения до сих пор нет никакого желания больше. Спасибо, Юрий. Возвращаясь к апокалиптическим прогнозам по поводу лунного затмения 14 ноября, вы сказали о предотвращении человеческого фактора. Что может предпринять МЧС, к которому вы обратились, что конкретно эти люди могут предпринять для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствия? И когда нужно начинать уже эти меры? Ну, как минимум, они могут дать распоряжение, значит, самым наиболее таким, как бы сказать, техногенным, опасным объектам. Там, да, как-то атомные электростанции, там, я знаю, наши вот это под Киевом, дамба-дамба. Киевское водохранилище. То есть вот эти все вещи, чтобы люди, которые там находились, ну, как-то себя нормально вели, что ли, я не знаю. Именно вот в это время, да, были более ответственны в этот период. То, что касается людей, которые будут везти машины, водители, я думаю, что как раз, и не только думаю, но по статистике мы тоже знаем, что в этот период вероятность пожаров большая, вероятность инсультов, инфарктов большая, достаточно. Мы давно работаем с врачами, не обращают внимания, особенно в полнолунии это происходит. Ну, и, конечно, мы не должны забывать, что затмение происходит в знаке Скорпион. Скорпион всегда был знаком, наверное, самым сложным, потому что это знак трансформации, перерождения. Вот 5 октября зашел Сатурн, достаточно серьезная планета, в знак Скорпиона. И в течение трех лет она будет давать возможность нам что-то изменить, в законах в частности, потому что Сатурн — это система, это государственная система, это законность. И поэтому очень важно, чтобы, конечно, начались какие-то прорывы, прогрессивные какие-то движения и в политике тоже. И так оно и будет, мы увидим, что Сатурн, если мы идем не по правилам дорожного движения по нашему образу, то он останавливает просто, тормозит. Вот посмотрите, что было последние три года, когда Сатурн шел по знаку ВИСЫ. ВИСЫ — это система судебной системы. И как экс-глав государства фактически судили, то одного, то другого, и это не только в Украине. Мы с вами это наблюдали. — Спасибо. То есть то, о чем вы только что сказали, это относится ко всему миру в целом? — Да, конечно. — Да, конечно. — Спасибо. А только что в Украине завершились парламентские выборы, они, как известно, состоялись 28 октября. Насколько удачным это был день? — Период, в принципе, был сам по себе удачный. Но именно этот день был таким. Я покажу просто. Мы делаем календарь уже много времени. Вообще он с 91-го года вышел официально с 2003-го. 28-го число в виде фиолетового цвета. — Но я хочу объяснить. Не называя сложных терминов астрологических, я хочу сказать, что был такой президент, всем известный в Америке, Рейган. Он был два срока у власти. И вот в такой период, который 28-го числа как раз у нас был целый день, он не подписывал ни одного документа. Посмотрите, сколько подписей поставил каждый избиратель, который избирал своего кумира, скажем так. И не принимал ни одного политического деятеля. У него был астролог Джоан Куигли, и она для него высчитывала Луну без курса. Конечно, не только её, но вот я уже проговорилась, сказала, что без терминов, но именно Луна без курса была целый день с 3-х часов ночи до 24-х часов 28-го числа. — Ну, говоря обычным нормальным человеческим языком, это период, в течение которого невозможно предугадать результат. — Самый непредсказуемый. — Непредсказуемый период, получается. То есть вот то, что задумывает, кто организовывает эти выборы, результат будет непредсказуемым. Так оно и вышло. В общем-то для всех было большим... — Неожиданностью. — Да. Неожиданностью, как там всё распределилось. — 28-го число было накануне полнолуния, полнолуния была в понедельник. Естественно, ну, наверное, все из вас чувствовали, как влияет вообще полнолуния, да, на голову человека хотя бы. Происходят приливы в морях и океанах, естественно, эмоции в наших головах, в наших чувствах. И, конечно, то, что происходило сразу после выборов, ну, нам с вами, наверное, понятно, почему теперь. — Заодно можете посмотреть, на какой день назначили в Америке выборы. — В Америке есть институт астрологии, конечно, они учитывают эти дни. Календарь мы вообще сделали ещё в прошлом году. Я не думаю, что они смотрят наш календарь, у них достаточно своя система. Но 6-е число, вы видите, из немногих дней, которые есть в ноябре месяце, оно всё-таки красное. — Причём они выбрали не выходной день, там выбрали рабочий день. — Выходных дней просто нет. — То есть они там к этому всему прислушиваются. Вот. И у них есть общая... Астрология в Америке признана на государственном уровне. Вот, кстати, Елена там сдавала... Не в Америке, они сюда приезжали. Елена сдавала, значит, экзамен, диплом на Американское общество геокосмических исследований. Там есть вот такое отделение астрологии, которое выдает диплом. Вот у неё есть такой диплом. Международного образца. — Спасибо. То есть, поскольку 6 ноября более-менее благоприятный день, и в этот период пройдут выборы президента Соединённых Штатов, что это означает для этого государства? — Безусловно, этот день действительно лучший для выборов. Более того, мне кажется, он лучше даже для Барака Обамы, потому что Луна как раз находится в знаке Льва, а он родился под знаком Льва. То есть, это как поддержка для него. Но не буду пока открывать все карты. Очень много факторов, которые мы сейчас учесть не можем. И, ну, мне не столь интересно предсказывать там президента, хотя кое-что вот хотелось бы проверить даже из собственных знаний. — Ну, если уж говорить о президентских выборах, то я хочу напомнить, что очередные президентские выборы в Украине назначены на март 2015 года. Какая дата, по Вашему мнению, была бы наиболее удачной для того, чтобы Украина сделала правильный выбор? — Ну, я бы сейчас говорила не о самой дате, потому что дату выбирать нужно очень тщательно. Но я могу назвать период, в который просто, вот, было бы очень здорово, если бы у нас выборов не было. Это с 15 марта по 4 апреля. Этот период как раз тоже будет периодом затмения. Это раз. Будут пять нулевых дней с 15 солнечных, с 15 марта по 20 марта. Поэтому до 15 марта лучше выборы не делать. С 1 по 15 марта можно рассматривать и можно выбрать лучший день для того, чтобы... — Ну, это если тебя послушать. — Спасибо. Перед тем, как мы перейдем к вопросам от наших уважаемых журналистов, еще один вопрос, достаточно бытовой. Каким образом затмение влияет на человека, если в день его рождения впадает затмение? — Это знают уже давно астрологи, советуют всем людям, обращают внимание, особенно на именинников, те, кто празднует свой день рождения в период между затмениями. И плюс-минус несколько дней от самих затмений. Ну, я бы назвала вот в этом году, ну, вот с 10 ноября, ну, по 30 ноября. Вот действительно этот период помогает достаточно серьезно изменить свою жизнь. Конечно, в лучшую сторону. Перемен вообще в худшую сторону не бывает. Но в лучшую сторону именно эти люди смогут изменить свои ситуации жизненные в течение года после этих затмений. То есть затмение всегда работает в течение года. — То есть если знает человек эту информацию и знает, что с ней делать, он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону. — Только надо что-то делать. — Да, но надо что-то делать. Не просто так, там, сел, я такой хороший. — Но между затмениями действительно не надо начинать новых дел, это очень важно. Поэтому я могу указать вот период, что еще вот 6-го числа можно что-то сделать, действительно, это хороший день, не пропустите его. Но потом лучше делать текущую деятельность, не начинать новые проекты. И новые проекты уже можно будет начинать с 3-го декабря. С 3-го декабря и до конца года достаточно благоприятный период для того, чтобы мы завершили или сделали какие-то начинания для своего будущего прогресса. — Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Еще один вопрос, касающийся затмений и дат. Это следует ли, можно ли назначать какие-то важные события, например, можно ли организовывать свадьбу, бракосочетание в день, когда есть затмение, или в период между затмениями? — Свадьба — это начало новой жизни молодоженов. И, конечно, так как фактор начала не имеет хорошего результата, по статистике астрологов мирового уровня даже очень много наблюдали, как же влияет начало, то, что начнется и точно в затмении, и в ближайшие дни. Но вероятность хорошего исхода очень мала. — Дело в том, что если вы начинаете какие-то мероприятия в этот период, в период затмений, у них меньше вероятность влияния на них. То есть вы, вот они, знаете, как если вот в обычное время вы назначите, у вас больше дорог, а тут как по железной дороге. Вот только так и больше никак. Вот это видно, кстати, по судьбам людей, которые родились в это время. Ну, есть такая статистика, что у них просто фатальная судьба. — Ну, мы можем успокоить тех, кто всё-таки будет в этот период расписываться. Дело в том, что отношения всегда — это великий труд. Даже если самый лучший день подобрать таким партнёрам, это не исключает разводы, конечно, потому что этот день может быть для них в личной карте, не очень благоприятный, например. Но на высоком духовном уровне нет несовместимости между людьми. Всё можно урегулировать, если, конечно, в браке будут не два эгоиста. — Спасибо. Если говорить о ноябре месяце, это значит, что с 10 по 30 ноября всё-таки нежелательно вступать в брак? — Да, конечно. Нежелательно не только в брак вступать, но и открывать какие-то фирмы свои. Нежелательно делать операции в этот период хирургические. Они могут потребовать переделки. Мы сейчас говорим о периоде между затмениями, но этот период не только характеризуется этим фактором. Есть такой этап — период ретроградного Меркурия, который будет идти с 7 ноября по 27 ноября. Это период, когда как пробка на дороге. Если мы что-то начинаем, дальше это дело очень туго двигается. Поэтому как раз 6-ое ещё вписывается, 7-ое уже нет. Планета, которая идёт ретроградно, она идёт на маленькой скорости. И поэтому все процессы с ней связаны. А Меркурия — это подписи на документах, это поездки, это контакты. Ну, всё, что касается наших дел, кстати, и рекламы тоже, и телевидения, и средств массовой информации. Поэтому будут какие-то трудности, да, мы должны быть к ним готовы. Но это не значит, что будет конец света. Это тоже конец. Про конец света мы ещё поговорили. Этот период как раз предназначен для того, чтобы что-то реконструировать, ретроградное. То есть реконструировать, пересмотреть, переделать. Ремонт. Ремонт сделать, да. Ремонт в округе и внутри. То есть как-то пересмотреть свои системы ценностей. Да, конечно, потому что любые из отмений, вообще фактор новолуния, обычного и полнолуния, он, конечно, неблагоприятен для здоровья людей, у которых вот сердечные заболевания, это 100%, у которых, мы уже говорили, риск инсультов, тоже нужно его предвидеть. Ну и вообще... То есть сердечно-сосудистая система. Все слабые. Сосудистая и нервная система. Все слабые места. Люди должны обратить внимание. Тем более период сейчас такой депрессивный, что ну как-то надо себя поддержать. В первую очередь духовно как-то, эмоционально, чтобы не испытывать негативных эмоций. Все слабые места и в организме человека, и в его личных социальных аспектах и вопросах будут вылезать наружу. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что ты понял, что садок отрицает, правда? Спокойно. Не начинать ничего нового. Заканчивать старое. Отдавать долги. Да, да. Вот, все позаканчивать. А я как не называю? Сам период? Так. Ну, скажем, период неблагоприятный для социальной активности. Вот так. И благоприятный для духовного роста. Безусловно. Все фиолетовые дни, которые у нас вот так отмечаются, для духовного роста есть всегда все дни благоприятные. Просто как раз в это время можно задуматься. Пожалуйста, я бы считала, что еще не будет какие-то поединения с зеркой унук Эльхая, яке бывает достаточно редко. И это за последний раз было тысячу лет назад. И что тут может быть достаточно таки, там, отруяння массовое, что-то такое. Чи можете вы это покортили, заперечь? Ну, я действительно не наблюдала этого, хоть и составила карту затмения, я не смотрела влияние звезд в этот период. Ну, вполне возможно, вы только лишний раз доказываете, что к нему нужно прислушаться к этому, к нашим рекомендациям и поменьше рисковать. Понимаете, массовые отравления и прочие всякие катастрофы там и все прочее, они происходят не по вине там звезд, да, не звезды же у нас там приходят и что-то делают, а по вине людей, которые в этот период могут допустить ошибки там и все такое прочее. Вот, пожалуйста. То есть нужно просто быть людям более ответственным в этот период. И не будет никаких отравлений. Я прошу прощения, у нас очередь давайте соблюдать. Вот девушка хотела задать вопрос. Я вам. Яна Курченко, Кадель Таркас. Скажите, пожалуйста, если уже так згубно впливает затмение на людей с плохим здоровьем, что они должны делать? И даже кто доброе себя чувствует, кто плохое? Чи этого не уникнуть, там, погибшение самоприятия? Я хочу вот что вам сказать. Дело в том, что помимо того, что есть космический природный ритм, как прогноз погоды, у каждого человека есть свой индивидуальный гороскоп, свои индивидуальные ритмы. И, конечно, некоторые люди в этот период будут чувствовать себя хорошо, даже если у них действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, только потому, что их личный прогноз будет на это указывать. Но бывает так, что даже в самый благоприятный период люди болеют, чувствуют себя плохо. Мы с вами тоже знаем, что горло может болеть даже когда за окном у нас солнце. Поэтому очень важен индивидуальный фактор, который тоже нужно учитывать. Как вы думаете, как себя приводят? Сможете ли вы тишите? Ну, во-первых, что нельзя быть в унынии, я еще раз говорю. Вот нельзя быть в унынии, нельзя придаваться негативным каким-то эмоциям. Злости там, ненависти и так далее, и так далее. Вот это категорически. Знаете, говорят, что все болезни вот тут. Поменьше употреблять спиртного. Безусловно, действует очень сильно. Можно вопрос? Евгений Мотрич, телеканал СТБ. А вы уже загадали про выборы, сказали, что 28 число было таке не очень вдало. 14-го, как раз, если я не помиляюсь, Центральная выборчая комиссия планует оголосить результаты выборов. Как раз отменив. Може, вы имеете какой-то прогноз на этот день, и как он может планировать на оголошение результатов? Прогноз по поводу чего? Мы не считаем результаты выборов, ребята. Мы не ЦВК. Мы вообще стараемся быть подальше от политики, честно вам скажу. Официйно оголосит. Ну, тоже, знаете, какой вот момент. 14-е число, заканчивается один цикл, и начинается другое. Может быть, как окончание, начало нового, да, это можно расценивать. Но, конечно, вот, чтобы ответить на этот вопрос, я где-то его так предвидела, я посмотрела вчера прогноз самой Украины. Украина как живое существо тоже, как для человека можно составить, можно составить для страны, которая родилась 24 августа 1991 года. И я вижу ситуацию не очень стабильную на Украине до середины декабря. Поэтому думаю, что даже объявив вот такие результаты выборов, мы все-таки, ну, не на все вопросы сможем ответить. Какие-то процессы, может быть, судебные будут длиться еще до середины декабря. Это реально. Ну, не надо быть астрологом, чтобы вот это, обратить на это внимание. Ребята, впервые сойдутся два непримиримых врага в этом, коммунисты и националисты. И что там будет в своем парламенте, как вы думаете? Не надо быть астрологом, чтобы понять, что ничего хорошего не будет. Спасибо. Как вы знаете, на декабрь этого года назначен календарю мая конец света. Будет ли он? Больная тема. Я вам сейчас расскажу одну историю, которую, ну, это у меня нет достоверной, но это мое предположение. Значит, вот если вы все знаете, что сейчас происходит в Мексике, я начну издалека, как в Одессе. В Мексике что происходит сейчас? И в течение ближайших лет пяти, по-моему, это и больше. Там правительство пытается, тщетно пытается воевать с местной наркомафией. То есть там идут боевые действия полномасштабные, ну, примерно на уровне, как вот Россия в Чечне. И в связи с этим поток туристов. То есть правительство не гарантирует туда этих, притока туристов, правильно? А туризм у них это как, ну, одна из основных статей дохода, их бюджета. Вот. И в связи с этим, ну, я так предположил, они придумали вот эту мульку про вот это вот индейцев майя. Вот. Что-то там они расшифровали. Потому что все настолько, как это писано по воде вилами, что просто это самое. Кто-то там какие-то там письмена где-то чего-то расшифровал. Вот. Достоверно они знают, что там было даже написано. Но, значит, всем начинают продвигать эту информацию как достоверную. Вот. Индейцы майя, я вам скажу, исчезли 500 лет назад. Если они не рассчитали календарь на тысячу лет вперед, это ни о чем еще не говорит, во-первых. Во-вторых, на чем еще базируется это предсказание? На том, что якобы в этот день будет парад планет. Я вам сразу скажу, парада планет в этот день не будет. Вот. Это однозначно. Более того, что парады планет происходят регулярно. И мы как-то живы до сих пор почему-то. Астрономы подтверждают, что в декабре месяце не будет парада планет. Не будет парада планет. Вот. Был парад планет, серьезный такой парад в прошлом году, в 2011, в апрель, март-апрель. И ничего, мы как-то даже вообще не заметили, что там произошло. Достаточно часто он происходит. Да. Достаточно часто происходят эти парады, и все нормально, как-то мы живем. Мы с вами будем жить, будем жить хорошо. И вот по своему календарю могу сказать, что с 3 до 30 декабря очень хороший период. Более того, я вам скажу, что мне это напоминает, знаете, как вот спецслужбы продвигают дезинформацию. Вот мне напоминает вот это вот. Как они это умеют делать, вот так оно и все происходит. И распространению этого, распространению вот этих слухов способствует недобросовестные, скажем, шарлатаны из среды вот всяких магов и все остальное. Для них, да, кто-то на этом зарабатывает деньги. Просто тактика какая? Напугать, а потом тянуть деньги. Все? Что-то непонятно. Давайте просто этого не бояться. И встретим Новый год. Да. Еще один уточняющий вопрос. Вот читательница сайта «Обозреватель Виктория». Она услышала ваш ответ по поводу дня рождения и спрашивает, если рождение ребенка припадает на этот период, что это значит? Ну, смотря сколько ребенку лет, конечно. Нет, я имею в виду, что если ребенок родился в день. Это хороший вопрос, потому что действительно детей рождается много в затмении, солнечные, лунные. И хочу вам сказать вот особенный момент. Действительно, у таких детей есть миссия. Вот есть важная задача, которую они обязательно должны выполнить на земле. Эта задача вовсе не какая-то плохая или не особо хорошая. Просто вот это как, знаете, обязательная программа фигурном катании. Ее нужно выполнить. Потом дадут произвольно. Ну вот для примера, если вы хотите знать, в день затмения родился Иоанн Павел II, вот этот вот, папа римский, который родился в затмении и ушел в затмении. То есть, скажем так, он свою миссию выполнил. Ну и есть менее удачные примеры, как-то Лихар Геосвальд, по-моему, там еще кто-то, мы это дело выясняли. Много людей и заждаются. Да. Григорий Распутин, по-моему, тоже. Вот так. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Еще один вопрос. Если можно, в общем, в общих чертах, расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, каким будет год, следующий год, 2013, для всего мира, ну и, конечно, для Украины. Ну как, каким, что значит, каким? Ну, больше белого, больше черного или всякого. А это от нас зависит. Мысли, вы знаете, мир вообще, события все нейтральны. Вот, как говорил Шекспир, да? Мысли, мы их сами делаем такими. Нет ничего злого или доброго. Мы сами все делаем таким. То есть, черного и белого не существует. В течение года есть определенные периоды. Есть определенные периоды. Вот, как говорят, полоса для дел социального характера или вот, как сейчас, период, который идет, как период затмений или электроградных этапов. Вот у нас на 2013 год есть выписка таких периодов. Я не думаю, что их нужно сейчас зачитывать. Можно это посмотреть. С 1 января по 22 февраля период благоприятный. Вот я вам скажу, именно в этот период можно играть свадьбы и делать все свои начинания. Конечно, учитывая еще, что начинания должны происходить на растущей Луне. Если вот эти факторы хотя бы учесть, то, в принципе, неплохо будет. Но этот год, конечно, он по-своему интересен. И тем, что Сатурн зашел в знак Скорпиона. И тем, что Нептун уже полтора года, как находится в знаке Рыб. И будет еще достаточно долго там находиться, около 15 лет. Нептун — это планета духовности, планета творчества. Посмотрите, как много людей сейчас занимаются творчеством. И даже те, которые имеют отношение к бизнесу или достаточно серьезным таким проектам политическим, они дают возможность людям заинтересоваться психологией, что-то менять в своей жизни. Потому что многие уже поняли, что вряд ли они изменят ситуацию вокруг себя. Нужно менять что-то внутри себя. И вот то, что было когда-то тайным, выходит сейчас на поверхность, становится доступным всем людям. Уран — планета тоже дальняя, планета поколений. И уже второй, третий год находится в знаке Овен. Овен — знак достаточно активный. И Уран — это такая планета вулканов, скажем так, да, экстремальных каких-то ситуаций. И даже мы видим, как эти вулканы и события, которые... Революции. Революции, да, революционные перестройки. Вот как только Уран вошел в знаковную, это начало происходить в мире. Поэтому я думаю, что еще как минимум лет пять... Помните тот вулкан, который там на всю Европу дышал? Вот это как раз когда Уран зашел в Овен. Ну, а Плутон идет по знаку Козерог. Козерог — это знак серьезный, очень серьезный. И, конечно, он просит политиков во всех странах мира относиться серьезно к событиям, которые происходят, к людям, которые чего-то хотят изменить в своей жизни, и помогать им это менять. Конечно, сам Козерог — это знак порядка. Поэтому в самих партиях, вернее, в самих парламентах должно быть меньше партий, или они должны как-то договориться между собой. Это обязательно. Потому что если там будет беспорядок, то Плутон, я думаю, поставит все на свои места, и лучше ему не противоречить. Совершенно напрасно эту планету лишили статуса планеты астрономы. Но достаточно серьезная она, да. Она имеет отношение к большому бизнесу и к политике. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Вы можете очень коротенько подразумевать, чего варто делать, и что не варто 14-го, самая в этот период затемния. Через кому, не вдаючися в детали. Чтобы было зрозумяло, что там куповать не варто. Мы просто коллегам нужен короткий сюжет. Да, то коротко, сильно и страшно. Самое главное, что в этот период времени нужно быть в позитивном состоянии духа. Вот это самое главное. Сохранять позитив. И вы, это гарантия того, что у вас на полгода вперед, если еще затмение, будет все тоже в позитивном ключе. Это первое. Второе. Нежелательно, конечно, что-то там покупать, делать какие-то, ну, что-то начинать вообще. Но самое лучшее, вот в тот период, когда мы вам сказали, написать план на год. Да, пожалуйста. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да именно только в этот день или вообще? Вот период, период. Потому что, мы же еще раз сказали, ребята, там есть период ретроградного Меркурия. Меркурий – планета коммерции. Вот. То есть, если вы это начнете, оно просто затянется. И вот как вот, ну, Лена уже говорила, как в пробке вы стоите, вот так и будет. Вы будете там нажимать на газ, а в целом не работает. Вы знаете, что, если это настоящая любовь, то никакие затмения нет. Наоборот, если люди познакомились в этот период, это явно кармическое знакомство, это на всю жизнь. На всю жизнь. Может быть, да. Вот 14-го затмения, да, вот 0-0, там, 8 минут. За час до этого мы прощаемся со всем. Да, подводите итоги, отдаете долги. А когда вы с этим, что надо сказать, какое именно время? Вот после затмения? Вот сразу, вот первый час после вот этого. Первый час после затмения. Да, да. Если хотите... А вот на территории Киева 0 часов 08 минут по зимнему времени, которое уже есть. А что вы думаете на новолючном ничьи? Да, пожалуйста. Что хотите. Понимаете, 1 января придумали люди. А затмения, вот посмотрите, все страны, которые несут вековые традиции, такие, например, как Китай и страны Азии, они прислушиваются к лунному календарю. У них лунный календарь, да. Поэтому всегда в новолунии у них Новый год. И вот год будет, да, черной змеи. И на самом деле очень много глупостей пишут про нее. Только черные змеи, а не черные вдовы. Ничего подобного. Это люди придумывают опять, чтобы зарабатывать деньги. Чтобы деньги зарабатывать, да. Это вообще очень мудрое животное. Очень гибкое. Только учтите, что Новый год по китайскому календарю начнется не 31-го. Это вот все любят. В чем встречать, там вот эти все глупости. Он начинается, Новый год змеи. Сейчас я вам скажу. Сейчас, блин. О, 10-го февраля. Будет новолуние, можете проверить. Тоже новолуние. То есть это по их китайскому календарю. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Заключительный вопрос от Обозревателя. Какой? На сегодняшний день человечество продолжает освоение планет. Освоена практически Луна. Начинается освоение Марса и других планет. Каким образом освоение человечеством этих планет, которые традиционно в астрологии влияют на жизнь человечества, каким образом отражается на влияние этих планет на человечество? Ну, у меня немножко другая информация, что оттуда свернули все программы по освоению Луны, потому что обнаружили, что на Луне там уже кроме нас там есть люди с более высокими технологиями. И просто сказали, ну, как бы предупредили, что если вы будете продолжать дальше изучать, мы вас оттуда вышвырнем. Поэтому я не знаю, как насчет того, что изучение Луны. Ну, может быть, снаружи посмотреть там, это да, но это тоже изучение. Хотелось бы, чтобы занялись Землей. Да, вот лучше заняться Землей, привести в порядок, а не засорять, не загаживать тут все. Если Марс сейчас полетели туда явно, его скоро тоже нужно будет спасать. Да, это точно. Спасибо, Анната, мы завершаем прямую трансляцию для конференции обозревателей. Благодарим наших уважаемых гостей и желаем всем приятно встретить солнечное затмение, 14 ноября. Спасибо. Спасибо.